Поступила в колледж банковского дела, выпустилась из колледжа автоматизации. Смотрите, какой я классный блокнотик сделала. Сама, между прочим, такой, вообще такой малышочек, красивенький, классненький. А он мне сегодня нужен, чтобы не сбиться с повествования. А все потому, что у нас сегодня речь пойдет о колледже. Необычная тема, согласитесь? Обычно про колледж, про учебу рассказывают в таких красках, мол, выгорание, мол, устаю, мол, не нравится. Но у нас сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня у нас видео абсолютно противоположное тем, что обычно встречаются на ютубе. Я фанатка своего колледжа просто истинную. Я думаю, это видео может пригодиться как абитуриентам, которые сюда планируют поступать, чтобы посмотреть немного о закулисной жизни и услышать живой отзыв от студента. Потому что я сегодня буду рассказывать как раз о студенческой жизни в этом колледже, о том, как у нас все устроено, как существуют студенты и что такого для них интересного есть. Давайте я начну повествование с того, что такое вообще наш колледж, из чего он состоит, какова его структура и где он находится. Наш колледж формировался путем соединения нескольких учебных заведений. Располагается он сейчас на трех площадках. Учительская улица, Каменноостровский проспект и Босков переулок. Моя история началась с Каменноостровского проспекта. Именно там в 2022 году я прогуливалась и увидела здание трех Бенуа. Это здание, которое находится напротив здания нашего колледжа. Оно меня настолько зацепило, что я решила остановиться и хорошенько рассмотреть его. Когда я его рассмотрела, я решила осмотреться еще и вокруг. И когда я повернулась спиной к зданию трех Бенуа, я увидела здание нашего колледжа. Меня зацепил сквер. Я зашла внутрь этого сквера. Он меня так и манил. И увидела табличку о том, что это колледж банковского дела и информационных систем. Да, именно так он тогда назывался. Прошел час после съемки этого видео, которое вы сейчас смотрите. И мы чисто случайно оказались в сквере. В том самом сквере. Это же сквер называется. Но я не думаю, что это сад. Скорее, это сквер, который находится перед Каменноостровским. Перед площадкой нашего колледжа на Каменноостровском. И просто посмотрите, какая здесь благодать. Именно в этом здании на Каменноостровском проспекте находилась приемная комиссия. И именно туда я принесла свои документы. Поступила я на специальность экономика и бухгалтерский учет. А обучение по этой специальности происходит как раз таки на второй площадке нашего колледжа. Босков переулок. Эта площадка располагается вблизи трех станций метро. Чернышевская, Маяковская и площадь Восстания. Это центр города. Это красивая архитектура. Это развитая инфраструктура. Это здание, внутренности которого переносят сквозь года. В нем сохранились даже печи. Ну, невозможно пропустить ту составляющую истории Боскового переулка, что именно в этом здании находилась школа, в которой учился наш президент Владимир Владимирович Путин. В нем находилась также женская гимназия у самих истоков образования этого здания. Преподаватели, которые находятся на этой площадке, тщательно охраняют эту историю и рассказывают с таким трепетом всем студентам, что невозможно не пропитаться этой атмосферой. Поэтому, если вы будете обучаться на Босковом переулке, то вы точно так же, как и я, проникнетесь историей этого здания. Там есть о чем послушать. Но видео у нас сегодня не об этом. Все-таки, если окунаться полностью в историю, то мы здесь можем проговорить три, а то и пять часов. Нам это сейчас не нужно. Ну и третья площадка, на которую я попала, это Учительская улица, дом номер один. Изначально я туда попала впервые во время подготовки к чемпионату. Об этом мы тоже поговорим немного позже. А сейчас так сложилась жизнь, что с нового учебного года наша группа переезжает именно в тот корпус. И я этому несказанно рада. Об этом тоже поговорим немного позже. Давайте будем двигаться по хронологии моего обучения в этом колледже. И начнем мы аж с самого сентября 2022 года. 1 сентября 2022 года день проходил на площадке Каменноостровского проспекта в невероятнейшем актовом зале, который, как любительницу роскоши, меня покорил и сразил на повал. Первый раз мы виделись, когда у нас проходило собрание накануне учебного года 29 августа. 1 сентября мы уже попали в наш кабинет, вернее, в кабинет нашего куратора. Так получается, что куратор находится на одной площадке, мы обучались на другой площадке, поэтому кабинета у нас своего не было и виделись мы достаточно редко. Но Екатерина Андреевна, большая любовь, она очень часто приезжала к нам, и мы благодаря этому очень часто виделись. Почему-то я очень плохо помню, как впервые попала на Басков. Я хорошо запомнила именно гардероб, эти раздевалки, которые разделены по две группы. Я увидела название нашей группы и прошла туда. Первый месяц обучения пролетел просто молниеносно за счет того, что мы привыкали. Постоянно было что-то новое. Каждый раз, что мы не приходим, постоянно новый кабинет, постоянно новые преподаватели, постоянно новые лица, новая информация. Поэтому это пронеслось очень быстро. И вот где-то в конце сентября, в начале октября, вот как-то так первые два месяца, я точно этого не помню, потому что все это очень смутно происходило и очень быстро, опять же повторюсь, к нам пришел человек с объявлением о том, что сейчас идет набор в новый поток бизнес-школы. Нам кратко рассказали о том, чем мы там будем заниматься, что это вообще из себя такое представляет. А я себе давала слово, что не буду заниматься никакой общественной деятельностью, и вот лучше вообще ничего на себя лишнего не брать, дабы не перегрузить себя. Но мне так сильно понравилась эта идея, я так сильно загорелась, что еще несколько дней ходила и обдумывала, и вот прям расписывала для себя плюсы и минусы. Если я туда пойду, если я туда не пойду. Я даже постараюсь найти это сообщение, где я все это расписывала, я надеюсь, мне удастся, если да, то я вставлю сюда скриншот. Из минусов это повышенная нагрузка, это придется после пар еще куда-то ехать, а так как это было только начало моего обучения, я еще не знала, как оно пойдет дальше. Программа же, она усложняется постоянно со временем, и я боялась, что будет повышаться очень сильно нагрузка, и я просто этого не вывезу. Но, небольшой спойлер, бизнес-школа стала для меня моей отдушиной, куда я стремилась, и для меня это стало таким местом, куда я спешила после пар, куда я хотела после пар, и у меня всегда появлялись силы, и несмотря на то, что это происходило после пар, еще примерно час-два, тоже, по-моему, это было по длительности как пара, то есть полтора часа, и после этих полутора часов, то есть, грубо говоря, после пятой пары, я домой уходила на таком подъеме, как будто бы я сегодня вообще ничем не занималась. Ну вот мы плавно и перетекли к новому эпизоду этого видео, который будет называться «Бизнес-школа». Я хочу вам рассказать немного побольше об этом, и если сейчас меня смотрят абитуриенты, и, по-моему, вчера закончилась приемная комиссия, вчера было 15 августа, приемная компания, вернее, и, наверное, вас уже можно назвать не абитуриентами, а студентами. Если меня сейчас смотрят первокурсники, знайте, мы вас ждем. Новый поток «Бизнес-школы» стартует примерно тоже в конце сентября, в начале октября 2023 года. Я буду вас лично там ждать. Что такое «Бизнес-школа»? Что она из себя представляет в нашем колледже? «Бизнес-школа» — это такой проект, в котором студенты под чутким наставничеством наших преподавателей разрабатывают собственные бизнес-проекты. Можно как развить свой бизнес-проект, если он у вас уже есть в голове, либо же можно присоединиться к другой команде и работать над чужой бизнес-идеей и разрабатывать ее вместе. «Бизнес-школа» поможет посмотреть на любую бизнес-идею абсолютно со всех сторон и понять, будет ли она вообще релевантна, возможно ли ее реализовать, насколько она будет прибыльна. То есть, когда мы рассматриваем бизнес-идею со всех сторон, с экономической точки зрения, с точки зрения потребностей в обществе, на рынке, с точки зрения новшества этой идеи, мы рассматриваем это все и понимаем, насколько хороша та или иная идея. Буду честна, я пришла туда с идеей маникюрного салона, который называется «Фисташки». Кстати, его я буду защищать в начале сентября. Я пришла с этой бизнес-идеей, и изначально мне казалось, что эта бизнес-идея, блин, вообще без минусов. По крайней мере, я видела в ней всего лишь одну шероховатость в плане заполненности рынка, потому что маникюрных салонов, маникюрных студий и так далее сейчас достаточно много. И конкуренция очень высокая, очень заполненная ниша, но, с другой стороны, она всегда востребована. Всегда найдутся люди, которым нужно будет делать маникюр. И философия «Фисташек» заключается в том, чтобы не просто закрыть потребность клиента в покрытии своей ногтевой пластины, а также, чтобы туда хотелось возвращаться раз за разом. Чтобы это было такое место, где душевно очень приятно находиться. Когда речь заходит об этом, меня нужно останавливать, иначе я могу проболтать бесконечное количество времени об этом. Ну, а теперь я расскажу о том, что мне принесла в мою жизнь бизнес-школа. Бизнес-школа — это не только про лекции. Бизнес-школа — это не только про бизнес-проекты. Это про общение как студенты со студентами, так и студенты с преподавателями, потому что в бизнес-школе царит замечательная атмосфера. Это атмосфера взаимопонимания, это атмосфера равенства, где наставник всегда выслушает студента, и идея студента всегда имеет место быть. Его мнение всегда будет услышано. Бизнес-школа подарила мне такого человека, как Ирина Геннадьевна. А Ирина Геннадьевна — это преподаватель, это моторчик всего направления предпринимательства в нашем колледже. Она преподает на учительской улице. И когда настал момент отбора студентов в чемпионат профессионалы, наши пути с ней снова пересеклись, и наше знакомство значительно укрепилось. Что такое чемпионат профессионалы? Я думаю, может быть, вы где-то слышали когда-то отдаленно такое название, как WorldSkills. Ну так вот, что такое чемпионат профессионалов? Это состязание, в котором встречаются студенты по разным компетенциям и соревнуются друг между другом сначала на региональном этапе, а потом уже и на всероссийском. И таким образом отбираются лучшие из лучших в каждой компетенции профессионалов. Моя жизнь привела меня в компетенцию предпринимательства, и на региональном этапе, то есть по всему Санкт-Петербургу, я с моим партнером Максимом Шимановичем, с которым, кстати, был предыдущий выпуск Болтуньи, мы заняли третье место. Мы взяли бронзу. Надо сказать, что этот чемпионат организовался достаточно неожиданно, и на подготовку было всего два месяца. За два месяца написать полностью бизнес-план от нуля до 100%, полностью рассмотреть его со всех сторон, сделать расчет всех показателей, рассмотреть его маркетинговое продвижение, настроить его соцсети, настроить его рекламу, провести социальный опрос среди огромного количества людей. Наша бизнес-идея охватывала аудиторию потенциальную, огромную, колоссальную, в несколько миллионов людей, и поэтому нам нужно было провести опрос количеством опрошенных не менее 1% от нашей потенциальной аудитории. Ну и представляете, да, 1% от миллиона, сколько нам нужно было человека просить за два месяца. Да, поэтому тоже это такая небольшая просадочка, по которой в том числе мы и получили бронзу. Мне, кстати, очень нравится фрагмент записи с церемонией награждения, поэтому я похвастаюсь и вам. Смотрите. Фиршкина Арина и Шиманович Максим. Поприветствуем этот дуэт предпринимателей. Ну там, по-моему, внешне по людям понятно, что это серьезные люди выходят на сцену, что у них какие-то там дела, на созвоне всегда предприниматели поднимаются на нашу сцену и получают заслуженные бронзовые медали и ваши сменты, конечно же. Вот так красиво они забирают свои долгожданные медали. Во время подготовки к чемпионату я находилась на площадке, которая находится на учительской, два месяца, и за это время я так сроднилась с этой площадкой, мне так хорошо было там находиться, мне так было уютно, что когда я вернулась на свою площадку, где обучается моя группа, то есть на Босков, на Маяковскую, на Чернышевскую, на Площадь Восстания, я очень сильно скучала по учительской. И, видимо, я так сильно навизуализировала, что в какой-то момент я стала слышать такую новость, что наша группа переезжает на учительскую с нового учебного года. Просто что? Как? Я, если честно, даже не помню, как начались эти разговоры, как я об этом, в принципе, узнала, но вот плавно оно так перетекло, и вот вуаля, я всего лишь проучилась еще один месяц, то есть всего лишь май я проучилась на Боскове, и вот скоро снова возвращаюсь на свою любимую учительскую. Кстати, там сейчас происходят ремонтные работы, поэтому корпус будет обновленный, приятненький, встречает нас с объятиями. Так, что нам дальше? Мне кажется, из тех, кто знает про наш колледж, только ленивый не знает о том, как хорошо у нас развиты социальные сети. У нас есть и несколько каналов Телеграм по разным тематикам, у нас есть группа ВКонтакте, которая собирает в себе абсолютно все. Есть также группа ВКонтакте от студентов нашего колледжа, в которой происходит творчество. И вот как раз-таки о студенческой самодеятельности я бы хотела поговорить немного обширнее. В нашем колледже есть продакшн, который состоит из костяка людей, которые создают постоянно какой-то контент. Они создают ролики по значимым мероприятиям. Они создают также интервью со студентами нашего колледжа, с преподавателями, с людьми из администрации, с какими-то организаторами. Ребята классные, ребята молодцы, ребята делают вещи. Также у нас на площадке Камяно-Островского проспекта находится учебная фирма. Учебная фирма — это тоже союз студентов, который занимается графическим дизайном, версткой. Это вот я, к сожалению, сейчас не могу точно все это правильно назвать, потому что далека достаточно от этого. Но ребята занимаются разработкой нашего собственного журнала, который называется «Имбирь». За этот год, 2023, вышло несколько выпусков этого журнала. Очень в красивом формате рассказываются основные моменты из жизни нашего колледжа. Очень приятный журнал, его листать прям одно удовольствие. Как она называется? Вот так вот забудешь название и вот ищи. И свищи. Будет некрасиво, если это неправильно, поэтому я лучше поищу. Вообще все не так. Вообще все переврала. Хорошо, что я посмотрела, как это правильно называется. А откуда у меня лице и свет в голове? Будет просто преступлением, если я не расскажу вам о нашем студенческом театре, который называется «Изнутри». Это ребята, на которых, по-моему, держатся все наши мероприятия, все наши праздники, потому что они организовывают все постановки, они участвуют во многих творческих номерах, они делают, блин, праздник. И одной из самых ярких традиций нашего колледжа является проведение зимнего бала. Зимний бал проводится в январе. И это бал, в котором могут принять участие студенты абсолютно всех трех площадок нашего колледжа. Зимний бал — это такое слияние прошлого и нашей современности. За месяц до этого события у нас открываются регистрации и начинаются репетиции. Можно прийти на зимний бал как со своей парой, так и найти себе пару на самом мероприятии. Репетиции проходят каждую неделю, можно научиться танцевать вальс с нуля. Представляете? Даже такое в нашем колледже происходит. Ну а чтобы не быть голословной, я просто покажу вам кадры с этого события. Это нужно увидеть. Я думаю, что эти кадры все сказали сами за себя. Это просто чудесное мероприятие на грани со сказкой. Вот на такой чудесной нотке, я думаю, что можно потихоньку завершать наш рассказ. Конечно, это только самые основные моменты, самые запоминающиеся, яркие, необычные и отличающие наш колледж от других событий. Да и к тому же еще целый год обучения впереди. Я думаю, за этот год найдется еще много чего интересного. Я благодарю вас за просмотр. Буду очень рада узнать, если здесь есть новенькие, которые узнали об этом колледже благодаря этому видео больше. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Ну и если кто-то узнает меня в колледже уже после поступления, я тоже буду рада с вами познакомиться и рассказать немного больше, если хотите. Ну а чтобы видеть больше всякого движа, я предлагаю вам перейти в мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Буду рада вашей подписке на мой канал на ютубе. И увидимся уже в следующих видео. Обожаю свой колледж. И как я отсюда выпускаться буду? Всего год остался. Я не представляю. Любите. Как можете. Это главное. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы. Продолжение следует...